Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программы «Вечерний зефир». И сегодня у нас в гостях Татьяна Пикунова, коллекционер, создатель музея «Ложки». Работаем мы в прямом эфире, телефон в студии 44-40-47. Здравствуйте, Татьяна! Добрый вечер! И вот хочу перед тем, как мы начнем нашу интересную, уверенную в этом беседу, предложить телезрителям посмотреть небольшой сюжет о том, как организовывался музей «Ложки», чтобы они воочию увидели сначала, как музей выглядит. Давайте посмотрим небольшой сюжет и потом начнем нашу беседу. Скромный и уютный музей расположился в самом центре Владимира, позади бывших блинчиков. В первые дни работы он буквально целиком держался на своей создательнице. Татьяна и помещение, скалы, фармляла стенды и вела экскурсии. Девушка рассказывает, то, что посетители видят на стенах, это лишь десятая часть коллекции, которая находится у нее дома. Собирать ложки она начала с 16 лет. Первым экспонатом стал подарок от мамы – набор шести серебряных ложечек. С тех пор столовый прибор перестал быть для Татьяны обыденностью. Помимо этой функции приема пищи, оказывается, этот предмет может быть еще и просто приятным подарком на Рождество. И у нас большая коллекция рождественских ложек. Это может быть просто знак внимания, знак любви. И у нас представлены такие ложки, как ложки любви. Такие в Уэльсе считались чуть ли не самым романтичным подарком. Мужчина при изготовлении вкладывал в ложечку свои чувства, а потом дарил ее возлюбленной. Эти серебряные ложки – настоящий раритет. Им уже исполнилось два века, они все еще сияют, как новые. На стенах стенды с ложками-сувенирами. Есть из таких неудобно, да и не полагается. Экспозиция не будет иметь границ. Пока здесь только около 500 причудливых ложечек, но их будет становиться все больше. Буквально несколько минут назад прибыли эксклюзивные ложки из Алтайского края. Ручная работа. Мастер – Роберт Бурдай, и у нас будет отдельный стенд, посвященный его работам, потому что то, что он делает, это очень красиво, очень необычно, и при этом может совершенно с практической точки зрения использоваться в быту в любой семье. Татьяна признается, когда в закромах несколько тысяч самых разнообразных ложек, используя дома продукцию из магазинов, уже не получается. Так что некоторые экспонаты из этой коллекции регулярно появляются на праздничном столе в семье девушки. Обзавестись удивительными ложками можно тут же в сувенирной лавке. Музей ждет гостей ежедневно, кроме понедельника. Светлана Барашкова, Алексей Кандалов, Телеканал Вариант. Вот сейчас мы посмотрели сюжет о том, как все начиналось. А ведь сейчас музей ложки внесен в реестр музеев России. Это одна из самых больших коллекций в России и даже в Европе. Да, совершенно верно. И это, наверное, наше большое достижение. Это первый музей на территории Владимирской области, который из частных музеев, из вновь появившихся, внесен в реестр музеев России. Ну и про коллекцию она и была признана два года назад, самая большая, она только пополняется. Если мы подавали на рекорд России, на тот момент это было 7 тысяч ложечек, то сейчас это уже более 14. То есть она за эти два с половиной года увеличилась почти в два раза. И даже в экономическом форуме вы уже участвуете в третий раз. Да, третий раз. Такой вот своего рода, да, как бренд региона. Нужно об этом, наверное, сказать. Да, мне очень приятно. Один из брендов. Да, как один из брендов региона. Мне очень приятно и внимание к музею, и внимание к коллекции. И в свою очередь я тоже стараюсь каждому экономическому форуму что-то новенькое, что-то необычное. Так, например, на этом экономическом форуме мы показали ложку в новой экспозиции, которая называлась «Обыкновенный предмет необыкновенного Владимирца». Ну, не секрет, что наш регион, по-моему, не так вообще, наверное, больше, чем все остальные славятся необыкновенными людьми, спортсменами, художниками, музыкантами, учеными, политиками. И поэтому мне хотелось показать, что вот эти необыкновенные люди на самом деле в быту пользуются тоже обыкновенным предметом, как и мы все, ложками. И к этой экспозиции на форуме был большой интерес. Вот я принесла вам показать один из экспонатов с этой экспозиции. То есть каждая ложечка была оформлена в виде книги. То есть здесь своеобразная такая как бы философия, что человек — это как книга. И какой-то памятный предмет. Ну, вот в данном случае это юбилейная монета, которую выпускал Сбербанк в честь Николая Ефимовича Андрианова. И две ложечки, которые его семья предоставила в нашу коллекцию. И вот теперь вот мы гордимся, что у нас... Но телезрителям не совсем хорошо видно. Можно вот так? Да, конечно. Да, в этой коллекции уже около десяти подобных книжечек. Поэтому всех приглашаем в музей. Там можно посмотреть и ложечки Митрополита Евлоги, и Перси Борисовича Гуровича, и Татьяны Поляковой, и других необыкновенных, удивительных владимирцев. Вот коллекционеры сами необыкновенные люди, мне кажется, потому что они горят идеей. Это нужно зажечься, чтобы действительно создавать свою коллекцию. Вот с чего у вас началось это увлечение? Вообще, мне кажется, коллекционер, он вот просто так в каком-то возрасте не становится. Мне кажется, это идёт всё с детства. Вот я сколько себя помню, какие-то фантики, камушки, бусинки, открыточки, календарики. Вот оно всё как-то копилось в мешочки, в пакетики, в ящички. Ну и, естественно, во взрослом состоянии должно было вылиться во что-то одно. Ну и вот так получилось, что когда мне было 16 лет, мама подарила очень красивые наборы. Это шесть серебряных ложечек. То есть это необыкновенные. Они представлены тоже в нашем музее, как мой первый экспонат. Они долго очень были у нас в обиходе, я их безумно люблю. Ну и вот отсюда пошёл интерес, что это за производитель, а что это за техника, а какие могут быть ещё. К этому добавилась огромная страсть к путешествиям и возможность путешествовать. И поэтому, как некоторые привозят магнитики, я из разных стран стала привозить ложку. Но она меньше, она такой как бы предмет, это не тарелка. Везти её удобно, это компактно, это недорого. И так как я путешествую очень много, и вы знаете, что и клиенты мои по турфирме, они тоже достаточно много путешествуют и любят меня, и балуют меня вот из разных стран тоже такими вот маленькими сувенирами в виде ложек. Ну и так коллекция расширялась, расширялась. К этому добавилась литература на английском языке, потому что на русском она только-только появилась. На тот момент это была вся литература только на иностранном языке. Изучались клейма, мастера, поставщики. Большое количество музеев пришлось посетить, чтобы посмотреть эти ложечки в оригиналах. Потом удалось что-то приобрести, участие в аукционах. Плюс дополнительное образование, это лондонская регент-академия по классу понимания антиквариата, потому что во всем этом нужно было разбираться. Ну и вот так коллекция росла, 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 и вот и туго она переросла даже, наверное, больше уже не в коллекцию, а в какую-то научную деятельность. Потому что оказалось, что с этим обыкновенным предметом связано множество каких-то преданий. Мы выпустили потрясающий набор пословиц и поговорок. Ну вот сколько пословиц и поговорок о ложке? Мы их набрали более двухсот. Ну и вот потрясающий художник Янис Шульц, он по нашей просьбе сделал потрясающие вот эти вот комиксы. Называем комиксы, где каждая пословица и поговорка представлена в виде какой-то потешной такой истории. Изучались традиции, обычаи, причем не только нашей страны. Здесь огромный вклад британцев, потому что у них есть такая коронационная ложка. Пришлось погоняться и долго искать среди коллекционеров в Великобритании, которые тоже помогали пополнять мою коллекцию, искали, собирали. Таким образом появились ложки коронационной династии Винздоров, начиная с 1901 года. Вот они все в музее до последней коронации. Это было 1953 год, Елизавета II. Кстати, все ложечки представлены. Потом появилось увлечение к оловянным ложкам, какая-то безумная любовь к Николасу Гишу. Я вот вам тоже принесла их показать. Это удивительный мастер. И нашлись в стране коллекционеры, которые занимаются изучением только творчеством этого художника, автора. Вот, например, смотрите, какая интересная потешка. Жила-была женщина, у нее было много деток, так много, что она не знала, что с ними делать. Вот эта потешка, она записана на английском языке, маленькими буквами. И вот если вы присмотритесь, под этим сапожком, который изображает домик этой дамы, там вот персонажи, герои вот этой потешки. Точно такая же дюймовочка, можно ее увидеть у нас в музее. Вот когда я увидела эту дюймовочку, мне как-то немножечко стало грустно, ведь наши детки, ну не все по-английски могут прочитать эту сказку. Пришлось сделать перевод этой сказки. Замечательный Владимирский художник Юрий Ткачев, он сделал иллюстрации. Таким образом, мы имеем теперь дюймовочку, вот в виде такой книги, где можно увидеть и саму ложечку Николаса Гиша. В открытом состоянии в этой ложечке мы видим маленькими оловянными буковками текст, и этот текст мы перевели на русский язык. То есть сейчас это уже не коллекционирование, а такое пополнение информационной этой коллекции. Потому что я не ожидаю какого-то глобального расширения, пополнения до тысяч-тысяч. То, что оно есть, мне больше хочется... Интересно, да? Да, и преподнести это. Потому что то, что знаю я, ведь в музее представлено, вы знаете, только две тысячи, и еще две тысячи ложек в мастерской, а их 14 тысяч. И те оставшиеся, они тоже очень интересны, но их нужно особым образом преподнести. И вот это то, чем я сейчас занимаюсь, то есть как оформить эту коллекцию дальше, как преподнести географические ложки с другой стороны, может быть, посмотреть на географию. Как преподнести ложечки, посвященные известным личностям, персоналям, и как о них рассказать через ложку. Потому что на самом деле мы, когда группу ВКонтакте создавали, задались целью на каждый день анонсировать какой-то праздник. Мне задавали вопрос, ну неужели мы наберем в коллекции какие-то экспонаты, которые прямо на каждый день года. Ну вот на каждый день года. Я говорю, наберем. И даже на каждый день года не по одной. Потому что на самом деле это тот предмет, через который можно и историю, и географию, и латынь, и иностранные языки, и памятные даты, и технологии, материалы, художников. Можно изучать массу предметов. Кстати, по технологии изготовления тоже ложки совершенно разные. Да. И в музее тоже мы показываем различные этапы изготовления и деревянные ложки. Конечно, рассказываем о связи нашей области с лошкарным производством. Потому что у нас есть Кольчугинский завод, старейший завод, который еще до революции при планировании с купцом Кольчугином был спланирован посудный цех. И вот этот посудный цех изначально выпускал ложечки. Ложечки тоже у нас в музее есть. Тогда это еще было товарищество Кольчугина, стоял двухглавый герб. Может быть, они такие невзрачные, но потом производство расширилось. И вот у большинства владимирцев как раз-таки и серебряная роза, и пламя. Это вот то, что выпускали в советские времена именно на этом заводе. Плюс у нас есть завод стерский, даже гусь хрустальный. Вот вроде бы казалось бы, да, хрусталь. А есть у нас такая ложечка. Большое спасибо. Завод изготовил нам огромную хрустальную ложку. Я ее очень люблю. А у нас есть звонок телезрителя. Давайте ответим и продолжим наш разговор. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, добрый вечер. А мне бы хотелось узнать, где можно посмотреть эту экспозицию ложек. Спасибо вам за ваш звонок. Видите, не все еще владимирцы знают, где находится такой учебный музей. Да, с удовольствием расскажу. Мы находимся в самом центре города. Старшие поколения наверняка представляют бывшие блинчики. Там, где теперь строится храм, памятник князю Владимиру. И за памятником князю Владимиру идет улица, которая сейчас называется Октябрьская, бывшая Пятницкая. Вот на этой улице стоит и указатель, и вход в наш музей. Будем очень рады видеть. Вот, кстати, по назначению ложки тоже бывают разные. Вот мы видим здесь на столе вот такие вот незаметные, совсем малюткие ложечки. Да, совершенно верно. Вы заметили вот эти вот маленькие ложечки и вообще, вот нам кажется, что ложка, она только для приема пищи. Да, вот у большинства людей, которые заходят в наш музей, ну, ложка. У тебя что, дома ложек мало? Иногда слышишь, говорит там вот, ну, жена мужу. Он говорит, ну, пойдем все-таки посмотрим, ну, вдруг что-нибудь увидим интересненькое. Так вот, на самом деле, ложка для приема пищи – это одно лишь назначение. И оно не всегда может быть, ну, для нас сейчас оно как бы первостепенное, но оно не всегда было таковым. Вот, например, вот эти вот маленькие ложечки – это ложки КПУшки. Носили их на шее, выполнял функцию, возможно, и оберега. А вот по названию КПУшки понятно, для чего она была. Ушко чистить. Вот такая ложка КПУшка. Точно так же ложки оловянные – это тоже ложечки, ложечки не для еды. Это коллекционные, сувенирные. Они несли какую-то функцию познавательную в первую очередь, познавательную и рекламную. Вот такие интересные ложечки в Германии, очень популярные. Они посвящены празднику, самому большому и главному. Есть такие рождественские, есть такие пасхальные. Вот это как раз-таки со Рождеством. Вот это вот набор, это конец XVII века, это Великобритания. Это серебряные? Да, это серебро, это Великобритания, это крестильный набор. Мы тоже об этом рассказываем. Это традиция дарить ложечку, например, на зубок или на крещение. И такие ложечки в музее представлены. Это и апостольские, и крестильные наборы. Это у нас имеется в большом количестве. И ложечка с дырочкой есть. Да, ну а как же без этого? У нас, кстати говоря, в музее две ложечки с дырочкой. Вот она неизменно вызывает улыбку. Этот экспонат, ну понятно, ложечка с дырочкой, мы ее называем дамская. Она предназначена для тех, кто хочет оставаться в форме или похудеть. Потому что много такой ложечки с дырочкой не съешь. И есть еще ложечка с дырочкой мужская. Приходите в музей, вы ее увидите. И поймете, в чем разница. Поймете, в чем разница. Для какого же мужчины предназначена вот та ложечка. Перед эфиром я задала вам такой вопрос. Наверное, нашим телезрителям тоже было бы интересно это узнать. А дома у вас какие ложки? Я к этому отношусь очень трепетно-щепетильно. То есть просто оба какой я не могу. То есть вот для меня она, вот этот вот предмет, который я изучаю, коррекционирую, поэтому я не могу взять первую папашу из ящичка и ей пользоваться. У меня для чая она одна, для творога она другая. Если это какое-то семейное торжество, то я достаю большой набор. Это Гором, 925-я проба серебра. Сделан он в Соединенных Штатах Америки. Это 1895 год. То есть это вот то, что мы дома по особым, как бы, торжественным случаям. У деток у них только свои ложки. Причем они не выбирают по... То есть для них не важно, кто там производитель, им по красоте. Во-первых, у маленького у него все ложки с котиками. Они серебряные, но вот у него есть такой котик, такой котик. И точно так же, как у меня, вот этот котик у него там для первого, этот котик у него там для чая, десерта. То есть к этому предмету у нас дома особое отношение. И даже, наверное, приятнее есть и интереснее с такой ложки, потому что как мы в детстве раньше, да, у нас родители тоже... Да, безусловно. Ну и мне кажется, здесь, наверное, заложенная где-то внутри генетическая традиция, это предмет сугубо индивидуальный. То есть как и на Руси была деревянная ложка, она у каждого была своя. Причем этот комплект ложек, он был, как правило, парный в семье. Была деревянная ложка повседневная, и была деревянная ложка праздничная, парадная, красная. То есть особая, расписная, ну как красная площадь, красный угол, то есть нечто такое вот особо почитаемое. Но строго у каждого своя. Даже в гости ходили со своей ложкой. Если пришел в гости и не нашлось там свободного прибора, остался без угощения. Ну, по-моему, наверное, гости ходят без своей ложки, потому что знают, что ложка в вашем доме всегда богата. Да, ложка в нашем доме богата. И, собственно говоря, большое спасибо моим друзьям. Вот, наверное, благодаря их интересу, вот к этим моим ложкам и моему увлечению, и появилась идея создания музея. Если бы я не видела, что это неинтересно, ну, наверное, бы они так дома и лежали, по коробочкам, разложенные, тихо, мирно. Периодически я бы, как этот над златом чахнущий, их перебирал бы, никто бы их и не увидел. Но друзьям это было всегда очень интересно. Они приходили, задавали вас, а что есть новенькое? Ой, а расскажи про это, а это как? И они уже стали разбираться. Ага, это эмаль, это 925-е, пробуем. Здесь эмаль гильеше, это олово. То есть уже как бы среди друзей появляются эксперты, которые могут отличить Николаса Гиша от Форта и так далее. Ну, и я поняла, что, наверное, да, это не только мне интересно. То есть, оказывается, есть и люди, которым это не менее меня доставляет большое удовольствие рассматривать, узнавать что-то новое. Потом оказалось, что в России достаточно большой коллекционеров ложек. И вот совсем недавно большое спасибо коллекционеру, который выпустил потрясающий альбом, где, ну это первое издание, он как бы подытожил, но будет еще второе издание дополненное, исправленное, где будет еще больше красивых экспонатов, интересных сведений, данных. Там будет и мой вклад, потому что у меня тоже есть чем поделиться с коллекционерами, не только в России. К сожалению, время эфира пролетело очень быстро, и даже сложно сказать, что уже прошло 20 минут. К сожалению, мы не успеем, естественно, рассказать все о ложках, что бы хотелось, поэтому ждем наших телезрителей в музее ложки. Там проходят и мастер-классы, можно услышать интересные лекции. Да, мастер-классы, и они не только по росписи ложки, хотя это очень интересно и делается традиционным способом, как бы пальчиками. Мы проводим мастер-классы по сервировке, мастер-классы по атрибутике, то есть можно изучать этот предмет, мы даем специальные приборы, можно узнать что-то новое о производителе, о клейме, о серебряно-революционном, о российской, о зарубежной. То есть много таких специализированных лекций было уже разработано. Вам спасибо за интересный разговор и за то, что вы поделились с нашими телезрителями вашими впечатлениями, интересными историями и интересными рассказами о ложках. Спасибо. Приходите в музей.